Здравствуйте, в эфире новости в студии Евгений Синебок. Жители из Нижневартовска и Нижневартовского района, призванных по частичной мобилизации, провожают в столице Самотлора. Они отправятся в учебный пункт в Омске. После переподготовки призванных распределят по армейским частям согласно военно-учетной специальности. А сейчас на площади перед дворцом культуры Октябрь они прощаются с родными и близкими. Все, кто получил повестки, уже отслужили в вооруженных силах, а значит имеют опыт военной службы. К слову, среди провожающих были добровольцы, которые, не дожидаясь повестки, сами пришли в военкомат. Они присоединятся к своим товарищам через неделю. Я считаю, что родину надо защищать наше будущее, будущее наших детей. Во время призыва по частичной мобилизации приоритет отдадут призывникам, имеющим определенные навыки. В окружном военкомате рассказали, какие военно-учетные специальности больше всего востребованы во время проведения специальной военной операции. Для выполнения задач в рамках частичной мобилизации потребуются стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, а также механики-водители. Они будут привлекаться в количестве определенном штатно-табельной потребностью на воинскую часть. В официальном обращении президент Российской Федерации отметил, что речь идет о призыве на военную службу только граждан, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего тех, кто проходил службу в рядах вооруженных сил Российской Федерации. И имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. В Урае с начала этого года ликвидировали 9 аварийных домов. Об этом сообщил глава города Тимур Закирзянов на заседании Координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства. Кроме того, 4 здания расселены и ожидают сноса. К слову, сегодня общий объем аварийного фонда в муниципалитете составляет больше 60 тысяч квадратных метров. Однако администрация планирует выкупить еще 4 новостройки, что позволит расселить 15 аварийных домов. Добавлю, что в Урае успешно реализуются и другие программы по обеспечению граждан жильем. Например, в текущем году квартиры получат 38 детей-сирот. А теперь к новостям, которые югорчане обсуждают в интернете. Югорчане смогут прогуляться по сказочному бору. Так, первый этап строительства парка завершили в поселке Игрим Березовского района. Проект по благоустройству сквера возле школы имени Собянина реализуется в два этапа. Специалисты уже подготовили территорию, обустроили пешеходные дорожки. В следующем году смонтируют освещение, видеонаблюдение и проведут озеленение. В парке появится спортивная зона, детская площадка, место для тихого отдыха и прогулок, а также игровые комплексы. Отмечу, что благоустройство территории реализуется в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В Югре развивают сеть экопунктов. Так, один из них появился в Нижневартовске. Теперь жители города могут сдать вторсырье и получить за это деньги. Здесь принимают бумагу, картон, пластиковые бутылки, а также флаконы из-под бытовой химии, косметики и пищевых продуктов. В будущем список отходов расширят. Площадка работает ежедневно с 8 утра до 9 вечера. Добавлю, что на базе пункта планируют развивать эколого-просветительскую деятельность. Например, проводить познавательные экскурсии для школьников. В Сургуте может появиться завод по переработке автомобильных покрышек. С идеей его создания выступило действующее предприятие в сфере переработки мусора «Эко-Сургут». По мнению специалистов компании, переработанные шины могут служить основой для безопасного резинового покрытия для детских и спортивных площадок. Сейчас организация готовит финальные документы. Отмечу, что реализацию проекта компания намерена вести при поддержке фонда «Мой бизнес». Югорчане могут оформить извещение о ДТП через интернет без вызова инспекторов ГИБДД. Для этого Минцифры России запустила онлайн-сервис оформления Европротокола. Заполняется электронный документ в мобильном приложении Госуслуги Авто. Более подробно узнать о Европротоколе можно на специальной информационной страничке единого портала государственных услуг. Там же для граждан подготовлена инструкция о том, как самостоятельно оформить ДТП и даны ответы на часто задаваемые вопросы. В Ханты-Мансийске ребенок пострадал в аварии. Семилетний мальчик на самокате переезжал дорогу по пешеходному переходу. В этот момент его сбил мужчина за рулем автомобиля «Фольксваген Пола». Ребенок получил травмы и доставлен в окружную клиническую больницу. Всего за минувшие сутки на дорогах Югры произошло две аварии, в которых пострадали три человека, в том числе один несовершеннолетний. Семь водителей попались пьяными за рулем, восемь отказались пройти освидетельствование. За выезд на встречку привлекли 23 человека, а еще 34 нарушили правила перевозки детей. Жители округа могут проверить свои знания о регионе, узнать о выдающихся личностях и знаковых местах. Накануне в округе стартовала просветительская олимпиада «История Югры». Принять участие в ней смогут все желающие старше 18 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на портале «Открытый регион» и ответить на 10 вопросов. Те, кто сделает это быстрее остальных и наберет наибольшее количество баллов, получат ценные призы. Олимпиаду приурочили к 92-летию со дня образования округа. В Югре проходит всероссийский слет арт-резиденции «Таврида.арт». Образовательная программа проходит в Нижневартовске, в арт-резиденции «Ядро». В слете принимают участие 50 команд из 27 регионов страны. Для обмена лучшими практиками и совместных инициатив действует федеральная сеть арт-резиденций. Она объединяет представителей креативных индустрий, работающих в образовательном и исполнительском искусстве, дизайне, архитектуре, рекламе, музыке, театре и других направлениях. Сегодня для креативщиков со всей страны проведут лекции, мастер-классы и практические занятия с экспертами. Участники узнают, как эффективно выстроить работу арт-резиденции, чтобы она стала точкой притяжения для творческих команд и креативной молодежи. Кроме того, участники слета разработают партнерские проекты между своими площадками. У нас в Югре работает уже шесть арт-резиденций. Для нас очень важно, чтобы резиденты, которые приходят на эти площадки, были конкурентоспособны на российском, на международном уровне, чтобы они получали дальнейшую дорогу для развития и реализации своих проектов. И очень важно, что наша сеть арт-резиденций постепенно входит в обойму тавриды, что все больше мероприятий проводятся здесь у нас, и наши резиденты выезжают на эти площадки, выигрывают там грант, реализуют проекты, тем самым развивая креативный сегмент экономики Югры. Команда КВН «Северяне» вышла в полуфинал высшей лиги. Накануне в Москве состоялась вторая четвертьфинальная игра. За путевки в полуфинал боролись шесть команд. Они играли три конкурса приветствия, биатлон и музыкальный номер. Фавориты определились уже после приветствия. «Северяне» и «Доктор Хаус» набрали по пять баллов и на шесть десятых оторвались от остальных команд. В биатлоне оба коллектива вновь блеснули юмористической подготовкой, но финальный штурм остался за командой из Белоруссии. «Доктор Хаус» один балл, «Северяне» на одну десятую меньше. В музыкальном номере фавориты игры вновь взяли максимум баллов. В итоге «Северяне» со второго места вышли в полуфинал высшей лиги КВН, уступив «Доктору Хаусу» одну биатлонную шутку. В полуфинале сыграет еще один югорчанин. В первом четвертьфинале за сборную «МАИ» играл ханты-мансиец Евгений Букаринов. Его команда также со второго места прошла в полуфинал. «Нам поклониться»… «Северяне» поздравили Эдуарда Занковца с днем рождения, а также вернулись на первое место в турнирной таблице. «Да не знаю, наверное, здорово мы выполняли тренерскую установку и хорошо начали матч. Здорово реализовали большинство, наверное, не давали, наверное, как-то… Ну, немножко, наверное, чуть дали поиграть, наверное, большинстве им. Немножко вернулась игра. Ну и вовремя мы, конечно, забили свои голы и, слава богу, довели матч спокойно, без всяких казусов». Порадовали разгромные победы и «Мамонты» Югры. Молодежка также играла дома, а соперником была команда «Красноярские рыси». К слову, дебютант молодежной хоккейной лиги. Подопечные Олега Таобера встретили новичка негостеприимно. В первом периоде югорчане провели две результативные атаки, а во втором и третьем еще по три. Когда на табло горели ужасные для гостей цифры 8-0, «Красноярские рыси» смогли уйти от сухого поражения. Реализовав булит, гости размачили счет 8-1. В составе «Мамонтов» Югры хэт-триком отметился Артур Фаизов. Это был дебютный матч в МХЛ для нападающего нашей команды. В Югре юные лыжники готовятся к сезону. В Ханты-Мансийске более 200 воспитанников детской спортивной школы сдали нормативы по физической подготовке. В частности, по бегу. Это подопечные 14 тренеров. Девятилетние лыжники бежали 500 метров. Дети старше вышли на старт километрового забега. Соревновались спортсмены в Центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко. А беговой маршрут проложили по земле, то есть рядом с лыжероллерной трассой. Формируются группы согласно возраста, согласно физического состояния. И, да, с последующими шагами это поднимается по ступенькам именно спортивной подготовки. Ну, для чего это проводится? Это для того, чтобы провести средства раз в год и посмотреть, правильно мы или неправильно работаем. И где-то усилиться, где-то, может быть, послабее надо работать. Соревнования завершатся 3 октября. 30 сентября в пятницу югорчан приглашают на семейный концерт «Музыкальная шкатулка». В этот день в Ханты-Мансийске на сцене КТЦ «Югра-Классика» живет известная сказка Владимира Адаевского «Городок в табакерке». Произведение прозвучит в исполнении чтеца под сопровождение органной музыки и видеоряда. Зрители смогут услышать сочинения русских композиторов Грибоедова, Глинки, Чайковского, а также зарубежных Баха, Моцарта, Бетховена, Беллини. Билеты доступны по Пушкинской карте. А теперь официальный курс валют. По данным Центробанка России, американская валюта выросла в цене на 18 копеек. Стоимость одного доллара сегодня составляет 58 рублей 18 копеек. Стоимость европейской валюты также выросла в цене на 7 копеек. За 1 евро сегодня предлагают 55 рублей 99 копеек. К этому часу у меня все. Увидимся на телеканале «Югра».